Музыка Четыре месяца назад наша программа собирала экспертов для обсуждения вопроса развития хоккея с шайбой в Хабаровском крае. Музыка Формальным поводом тогда для нашего разговора стали проблемы с финансированием хоккейного клуба «Амур» и фактическим отсутствием всех органов управления клубом. Не было ни попечительского совета, ни президента клуба. Тогда мы пришли к выводу, что ранее построенная система развития хоккея утратила свою актуальность и требуется налаживать новую систему. Но никто из ответственных лиц, к сожалению, не прислушивался к участникам нашей программы. Ведущих игроков продали, какие-то деньги в топку бросили. А кто при этом локомотиве и машинист? Есть ли он вообще? Куда движется наш хоккейный поезд? Ни болельщики, ни команда, собственно, до сих пор так и не знаем. Последний матч регулярного чемпионата континентальной хоккейной лиги с Владивостокским адмиралом стал наглядной иллюстрацией всей ситуации с хоккеем в Хабаровском крае. Наш «Амур» доминировал на площадке большую часть матча, но в итоге проиграл 1-4. Хоккей у нас есть. Его больше, чем в Приморье и больше, чем во многих других регионах страны. Но результатов нет. Нет побед. А значит, нет будущего. Именно о том, как вернуть нашу главную команду «Амур» на путь к победам, мы и хотим поговорить сегодня с экспертами в нашей студии. Без этого, без побед, невозможно построить будущее всего хабаровского хоккея. Ну и первый вопрос к экспертам. Как вернуть «Амуру» способность забивать и побеждать? Ну, если позволите. Я думаю, что в целом ситуация в клубе, она определяется не столько уровнем мастерства игроков. Я думаю, что даже на сегодняшний день подбор профессиональных хоккеистов в клубе достойный. И по их уровню они вполне в состоянии были бы где-то в середине турнирной таблицы Восточной конференции. Что касается побед, я думаю, что сама проблема намного глубиннее. Если говорить о том, что сегодня мы видим клуб, так скажем, в плачевном состоянии, то причины этого, истоки этого, они лежат не в сегодняшнем дне. Сама структура клуба, существующая, к сожалению, еще до настоящего времени, она не позволяет в целом поступательно развиваться и команде, и клубу. К сожалению, на сегодняшний день не стала и команда первая, и молодежная команда, и юниорская команда единым организмом, существующей детской школой. Так называемый центр развития хоккея в Хабаровском крае. Хотя основная цель, конечно, при создании его, она закладывалась, что это будет как раз та фабрика по подготовке хоккейных звезд для нашей первой команды. Вот я думаю, что если мы, нам удастся ситуацию перевернуть и сделать так, чтобы хоккейная школа детская и в целом, и первая команда были единым организмом, тогда и, соответственно, результаты будут в турнирной таблице видны. Александр Иванович, ну вот все-таки Вы сказали, что состав действительно хороший. Вот я об этом в самом начале тоже проговорил, что, по сути, Амур доминировал в игре с сегодня уже членом, так сказать, командой, вошедшей в плей-офф с Адмиралом. То есть мастерства хватало, хватало и отдельных игроков, и общекомандного мастерства, но не забивает. Сергей Сергеевич, вот Вы, ну, наверное, как представитель, игрок Амура того периода, когда команда играла вдохновенно, вопреки всему, так сказать, въезжала в высший дивизион, побеждала, побеждала ярко. Вот Вы как считаете, что нужно сделать, чтобы команда не только была мастеровитая, но еще и победная? Ну, со своей стороны, что я могу сказать? Я соглашусь с Ансанычем, что прежде всего надо наладить внутри структуру, внутри клуба. То есть взаимодействие детского, молодежного и взрослого хоккея, выставить полностью структуру на перспективу. Это первая проблема. Вторая проблема, я считаю, что это проблема Амура. По игрокам, по составу, да, я скажу, что игроки среднего уровня, которые, допустим, набраны на данный момент, они выполняют свою задачу и по мастерству, я не думаю, что они на последнем месте, как вот сейчас это реально отражает картину, на самом деле нет. Это кроется, скорее всего, больше, глубже в психологии. Основная задача тренера, это не поставить взрослых игроков по точкам и сказать им, что они делали. Это как бы поверхность. А внутри коллектива настроить психологический коллектив так, чтобы он выходил и решал задачу, любую задачу поставленную, это совсем уже тонкости такие неуязвимые. Ты должен подноготную знать. Если даже привезу пример, тот же вот тренер, царство ему небесное, Николаев, да, если вы знаете, такой был в Новокузнецке долго тренер. Он приходил, когда в клуб, в любой клуб, в Новокузнецке он долго приходил, он приходил туда, и он начинал разговор не с тренерами, не с игроками, не с детской спортивной школой. Он приходил к обслуживающим персоналам и разговаривал с ними, как, что они делают для того, чтобы жилось нам лучше. Клубу конкретно. Чтобы клуб побеждал. Да. И каждый, каждый, каждый человек, начиная от уборщиц, заливщиков, ну всего обслуживающего персонала, свою лепту вносил в построение всех этих побед на улучшение развития клуба. Геннадий Викторович, вы как человек, как один из старейших экспертов именно нашего хабаровского хоккея журналистов, перед которым прошла, ну так скажем, вся наша история, да, наверное, вы как считаете, вот что нужно сегодняшнему Амуру для побед? Сергей сказал, вспомнил Николаева, тренера замечательного, вот, а вот Василий Иванович Позняков, я бы еще хотел сказать, как он команду собирал, он был и мотиватором, и психологом, насколько я понимаю, да, и он собирал команду, там в Хабаровск часто приезжали нагородние ребята, у нас не было хоккея, как такого, вот такие самородки, как Цыганков, он там рождался, наверное, раз в 20 лет, вот, но Василий Иванович что сделал? Он всеми способами оставлял ребят, он даже использовал такой метод, я даже вот в книге «Канадский гость на берегах Амура», по-моему, об этом упоминал, даже девушки встречались, хоккеисты, они были любимы, там, всеми, в хоккей играют настоящие мужчины, вот он говорит, в футболе хоккей с мячом отгоняют, чтобы не мешали там тренироваться, а я наоборот, потому что на местной женился, значит, остался в Хабаровске, и команду сохранил, ну, понятно, оставлял-то хороших ребят, вот Ангарских много было, Прокопьевских, они все остались в Хабаровске, мы их хабаровщанами сейчас считаем. А я вот, Сан Саныч, говорил про системный подход, я вот более конкретно хотел бы, вот мне жалко, откровенно, поколение, они молодые ребята, 90-й год, 89-90-91-й, вот почему я про Василия Ивановича вспомнил, вот на этой базе можно было сделать костяк команды на будущее, вот, ну, как-то их, ну, оставить здесь, может быть, как-то заинтересовать, ну, Плотников, все знаете, он ушел, может быть, и хорошо для него лично, что он ушел, потому что, ну, человек на глазах растет, я даже думал, что он в Олимпийскую сборную попадет в Сочи, вот, но, как говорится, не последняя Олимпиада, он кандидатом был, даже среди запасных был, то есть, в случае травмы могли его вызвать, вот, ну, через 4 года, дай бог, будет играть человек, дай бог травмы, чтобы не навали, вот, но там, кроме Плотникова, Дедунов, Литовченко этого года, Игорь Горохов мог бы остаться защитник, вот, он играл года 3 назад, он играл, ну, в принципе, в основном составит, вот, ну, и плюс вот эти ребята, которые сейчас на подходе, там, Артем Зуб в юношескую сборную выходил, Смуров Сергей, ну, вот он, слава богу, играет, вот, я думаю, что вот на этой основе можно было сделать команду, ну, костяк команды, по крайней мере, ну, и неизбежно приглашать, конечно, людей со стороны, вот такой момент, я был в Уссурийске на рождественских каникулах, там турнир юношеский, 15-летние ребята играют, вот, тренер-селекционер Адмирала там был, Хабаровского тренера, я там не видел, вот, обидно, сейчас вот их собирать, а, ну, вспомнишь, Улакова, Виталий, Копейкина, в других клубах люди играют, это плохо, поэтому опора на собственные кадры, вот, не значит, что им там, карт-бланш, местные, значит, играй, вот, но они должны быть в команде и расти, как говорится, в приглядку дрова не научиться колоть, они должны играть. Знаете, у меня какое-то смешанное желание такие, в том числе одно из них, это оппонировать, потому что, вот, мы говорим там об опоре на местную базу, местную школу, там, еще что-то, а тут нам построили, значит, соседний клуб, в котором нет школы вообще, нет и молодежной команды на сегодня. Игроков собирали просто по того, из того, что выделили клубы, ну, так скажем, ну, наверное, не самых лучших, дали на выбор по решению континентальной хоккейной лиги, значит, их собрали. Команда выходит в плей-офф. По мастеровитости, ну, вот, я смотрел три игры, одну товарищескую и две регулярных игры, ну, не могу сказать, что как-то команда в целом и игроки выделяются в лучшую сторону. Но, разница налицо. Так, может, что-то не в этом дело, все-таки? Дело в том, что есть два пути создания команд, да, можно собрать игроков хороших, там, высокопрофессиональных, заплатить соответствующие требуемые ими по контракту деньги, и они будут что-то играть, но это будет результат сериюминутный. То, что мы сейчас наблюдаем в «Адмирале», да, они будут делать. Конечно, это при условии, если тренер, ну, достаточно профессиональный, может их собрать. Но это будет результат сегодняшнего дня. Да, сегодня будет победа, но завтра ее не будет. Посмотрите, вы говорите про «Адмирал». Там две пятерки полноценных легионеров. Мы с вами их видели. Не фэшгота в этом смысле. Причем «Щус» он заиграл буквально, ну, последние две-три игры, он до этого, в общем-то, входил. Кстати, в «Адмирале» наш мальчишка, воспитанник Грачев. Два, два, Бочаров тоже. Ну, Бочаров, понятно, я имею в виду тот, который уехал. Бочаров, он уже как бы, ну, в 91-м в сказании, потом у него нефтехимик был. Но Грачев уехал раньше в Ярославль, да. А я как раз веду речь, и вот мы встречались с Владимиром Леонидовичем, Братухиным, Сергеем Сергеевичем эту тему. Ну, и со многими тренерами детского хоккея обсуждали, почему 13-летний мальчишка, который с четырех лет стал на коньки в Хабаровском крае, достиг, в общем-то, определенной, уезжает в Ярославль. И там, в общем-то, повышает, потом уезжает в АХЛ. Даже, по-моему, одну или две игры сыграл в национальной хоккейной легии, в Сент-Луисе, ну, вот, команда Тарасенко. И потом возвращается в Адмирал и играет там. Вопрос даже в том, почему он уехал. То есть не было мотивации, не были заинтересованы. Тут опять получается, то, что мы готовим, и потом, получается, мы готовим не для себя, а для других регионов. И это не единичный случай. Вот то, о чем Сергей Сергеевич как раз говорит. Александр Александрович, я вот боюсь, чтобы мы опять не погнались за тем, чтобы строить здесь, так сказать, школу для того, чтобы подпитывать свою команду. Потому что сейчас подвижность, она такая вот в рыночной экономике несколько другая стала. И вообще в хоккее была такая установка, и у предыдущего, кстати, попечительского совета хоккейного клуба звучало, что хоккей – это социальный проект. Социальный проект, да. Тогда мы воспитываем своих, задерживаем своих, пытаемся на них построить что-то. Но рыночная экономика говорит о том, что вот он вырос, где ему больше дали, он туда уехал. Это понятие. Вы сейчас подменяете понятие. Хоккей в целом, как вид спорта, это, конечно, социальный проект, это, конечно, здоровье нации, это, конечно, привлечение и популяризация молодежи занятиями видом спорта. А хоккейный клуб, вот хоккейный клуб, это, извините, совершенно другое. Что это? Это профессиональный, еще раз подчеркиваю, профессиональный коммерческий продукт, но ни в коем случае не социальный. Даже я больше так скажу, это шоу-бизнес. И шоу-бизнес в том числе, конечно. То есть, вот на сегодняшний момент во Владивостоке создан успешный шоу-бизнес. То есть, дальше все эксперты, все специалисты говорят, что этот шоу-бизнес, он является мотиватором для развития в целом. Школы, хоккея, массового хоккея и так далее. То есть, то, что мы там наблюдаем. В нашем случае мы наблюдаем, что шоу-бизнес у нас не состоялся пока, то есть, социальный проект у нас еще продолжается, а шоу-бизнес у нас безуспешный. То есть, он вот туда ушел. И что теперь? Вы опять сравниваете «Адмирал» с «Амуром» совершенно некорректно. Вот то, о чем вы сейчас говорите, что сегодня происходит в «Адмирале», «Амур» это уже прошел. Мы уже это прошли, у нас была эйфория, у нас был, вы помните, барабаны по всему городу и ночами ходили. Это мы уже прошли. Но мы, к сожалению, дальше не пошли в развитие. А «Адмирал», он как раз находится в этой стадии. Они сейчас, у них просто ничего, по большому счету, такого, что могло бы соперничать с хоккеем, шайбой, как зрелища нет. Поэтому они сегодня находятся в той стадии, в которой мы уже прошли еще 7-8 лет назад. Что значит «прошли»? Вот сегодня я наблюдаю, как разница интереса у болельщиков здесь и там. Там болельщики, их поведение, их любовь влияют, являются мотиватором для того, чтобы побеждать. И в Хабаровске, я согласен, это было до определенного момента. Это как диаграмма, вверх-вверх идет, потом по ряду причин, озвучиваются они здесь. Диаграмма пошла вниз. А это на взлете. Сергей Сергеевич, вам, для вас, вы как человек, который, так сказать, вот именно чувствовал сам все это, для вас это важно? Ну, изнутри, конечно, чувство поддержки, локтя. Болельщик – это шестой игрок на площадке. У нас всегда дальневосточный болельщик отличался тем, что он в любую, в плохую, там, допустим, погоду или в хорошую, всегда поддерживал свой клуб или своих соотечественников, своих жителей, я имею в виду, это основное было. Отличало вот именно болельщика. Даже посмотрите по всем СМИ, когда говорится, что где-то там нету болельщиков на хоккей, там нету Москва, там сидит без болельщиков, у нас всегда заполняемость. Это о чем говорит? Это все равно, это любовь, которая уже и родители приучают детей на этом. То есть это уже из поколения в поколение идет. И на самом деле это очень большая помощь, особенно тем игрокам. Но тут есть такой немаловажный фактор. Те игроки, которые играют на поле, прониклись ли они этим чувством и понимают ли они меру ответственности, что они делают, и за кого они играют? Это уже другая проблема. Насколько они прониклись? Вы знаете, скажу честно, почему там, не дожидаясь окончания Кубка, надежды, я попросил у вас здесь собраться. Потому что я увидел очень много пустых мест на наших трибунах. На вот этих последних трех последних этапах регулярного чемпионата КХЛ. И когда мы проиграли последний домашний матч, в котором, кстати, тоже Амур сам по себе выглядел не так плохо, как пропустил сколько. Я был ненавидим. И когда летели, болельщики бросали свои абонементские книжки, вот это как раз подтверждает ваши слова, что связь между сегодня игроками, между командой и болельщиками начала теряться. Как выйти из этой ситуации? Как включить мотиватор, так скажем, мотиватор зрителей, мотиватор болельщиков, мотиватор аудитории, мотиватор края, патриотизма? Я вот скажу подноготную игрока и болельщика. Можно так вот, если провести аналогию. Аналогия, допустим, такова. Действия игрока, внутри самого игрока. Удовлетворение проходит не из-за того, что ты там выполнил, голы забил или там пропустил, а из-за того, насколько ты свою работу выполнил качественно и сам себе внутри можешь сказать, я отдал все, что я могу. И тогда это все и передается и болельщикам. И болельщик со своей стороны, увидев самоотдачу полностью, пускай это будет проигрышное, пускай и выигрышное. Выигрышное, конечно, лучше, но даже проигрышное, когда люди с самоотдачей своей показывают, что они стараются, могут и хотят этого сделать, тогда и болельщик будет повернется и скажет, да, эти ребята, за этих ребят мы будем стеной стоять. Болельщика не обманешь. Так вот, болельщик, он ассоциирует себя с командой. То есть он тоже, как вы говорите, шестой игрок в команде. То есть он живет с командой. И когда команда долгое время живет в неудачах, он себя тоже начинает ощущать неудачником. И вот почему он таким образом и реагирует. Он не хочет быть неудачником. Так можно вот о болельщиках тоже скажу? Вообще-то это встречное движение должно быть. Насколько я знаю, вот поразил сектор во Владивостоке. Они самоорганизовались, болельщики. Клуб к этому отношения не имел. Хотя я понимаю, сейчас клубу не до этого может быть в этой ситуации. И опять же неуважение к болельщикам. Я увидел в прошлом сезоне, когда они свое отношение хотели высказать к отставке тренера. Вот. И у них отбирали там просто фотографии этого человека. Хотя, я уже говорил как-то на пресс-конференции, вот Йортику не зря из Адмирала убрали, да? Ну, то есть, видимо, есть какие-то там человеческие качества, из-за которых это... Так нет, на самом деле, качества-то были, да. Да, ну клуб бы и объяснил бы это, собрал же сразу. Почему мы убрали, сказали, может быть, не было бы этих плакатов, ничего. И я лично Хризману высказывал претензии, что почему вы в течение нескольких месяцев, когда Йортика перестал ходить на работу, перестал участвовать в тренировках, стал, так сказать, там на несколько дней позже приезжать из отпуска и так далее. Но это она была лично. Почему вы об этом не говорили? Мы готовы быть открытыми. Я абсолютно согласен, что не надо было вот тогда, когда по Йортике ситуация складывалась, забирать эти плакаты. То есть, действительно, это высказывание неуважения к болельщикам. Почему человек не может высказать свое мнение, даже к действию клуба, президента, попечительского совета? Он такой же гражданин, как любой другой, имеет на это право. У болельщиков есть любовь, и она будет, всегда будет. Но им нужно поступательное движение из клуба, должна быть открытость. Вы знаете, что сегодня общественности, болельщики не знают состав попечительского совета? Наверное. Вот почему это? Я думаю, что мы сегодня, когда завершим работу от правоостанавливающих документов, на сегодняшний день вносится изменение в устав. Меняется в целом конфигурация клуба. Когда мы ее завершим, мы готовы показать болельщикам, поименно назвать, пожалуйста. Давайте поговорим о структуре клуба тогда. Давайте. То есть, это же тоже сегодня. Я, например, как больмяк, как болельщик, это интересует. Какова будет структура клуба? Что вы по этому поводу думаете? Может быть, я готов бы высказать свое мнение. Неважно, учтется оно или нет. Я думаю, таких, как я, еще масса. Сегодня структура клуба такова. Там есть вице-президент, есть президент, пока вакантная должность. Вице-президент, главный бухгалтер, тренерский штаб, технический персонал. И все это доктор, два массажиста, команда, и все это, скажем так, в плавающем состоянии. То есть, нет четкой организационности, нет спортивного директора, нет совета директоров, нет совета тренеров. Вот то, о чем Сергей говорит, нет связи с этой школой, даже номинальной ее нет. Хотя, ну, в контрактах и тренеров прописано, что они должны проводить там мастер-классы и так далее. То есть, он должен понимать, что у него там на подходе, в юниорке, там, сборной по другому году. Что на подходе, и на что нужно обратить внимание. Тогда мы будем, он с тем же тренером, который непосредственно тренирует этот год, будет профессиональный разговор. Так, вот на этих ребятишек посмотри, с этими мы планируем дальше работать. За 5-6 лет до того как. Про информирование можно, Александр Александрович? А президента нет, а вы стали первым вице-президентом. Вот не знаю, кто президент, или вы все-таки знаете, кто был президентом. Вдруг этот человек, вы с кем-то, может, в одном классе сидели и подрались-то. На сегодняшний день исполняю обязанности президента я. Так. Должность президента Ваканна. Я не скрою, что... Ну, кандидатура есть. Кандидатура есть, я могу их озвучить. Предлагались, велись разговоры с Виктором Владимировичем Чудовым и с Александром Станиславовичем Коцуба. Это представители исполнительной власти Хабаровского края. Велись переговоры с Михаилом Накеневичем Шукайловым. Это генеральный директор ООО ДГК. Но по определенным причинам где-то законодательство не допускает их участия в руководстве клубом. Где-то руководство госкорпорации не совсем имеет прямое желание, что ли, чтобы эти люди руководили. Поэтому сегодня попечительский совет, конечно, не имеет еще такой вот четкой решения, то есть с обратной стороны согласия или там дать, чтобы были эти назначения произведены. Да, тяжело сегодня складывалась ситуация, потому что она складывалась не сегодня и не сегодня она разродилась. Поэтапно, год за годом упустили один момент, второй момент, здесь допустили ошибку, с тренерами ошиблись, скажем, да, и мы пришли к определенному результату. А сейчас, сейчас нужно начинать сначала с базы. Но как сделать так, чтобы эта команда, чтобы мы не чувствовали себя и как болельщики, и как команда, не чувствовали себя, ну, какими-то бедными родственниками? Или как сейчас пишут, значит, хлесткие заголовки, там, ведущие СМИ спортивные. Амур стал худшим по результатам, значит, это, ну, откровенно говоря, я понимаю, что болельщики это все воспринимают как такой хлесткий плевок, я не знаю, в свой адрес. Не, ну, почему, мы уже были последними же тут. Иногда дна достичь полезно. Твердую почву почувствовал под ногами и вверх. Мы же играли в высшей хоккейной лиге, выбывали. Да, да, выбывали. Вот на последнем месте были в этой суперлиге, или как она называлась. Ну, после этого же сумели толкнуться и подняться. В нашем получасовом разговоре прозвучали разные мнения. Но, по сути, все мы сошлись в одно. Но, чтобы вернуть большой, вернуть победный хоккей в Платинном арену, требуется немного. Нужна честная и открытая работа всех и во всем. Честно и открыто должны ставиться амбициозные цели. Честно и открыто нужно говорить о проблемах. Честно и открыто праздновать общие победы. Руководство команды должно быть частью этой команды. А сама хоккейная дружина должна быть частью коллектива, имя которому Хабаровский край. И это не пафосные или символичные слова. Победы большого хоккея – это часть нашего общего благополучия для всех жителей края. С вами была программа «Форсайт Проект». Увидимся через неделю. Продолжение следует...